Обещали экологичную, деревянную, разноплановую площадку для детей, получили цветную пародию на нее. А еще плитку, уходящую под землю, и оторвана ухо осла. Вооружившись дизайн-проектом, жители Верхней Пышмы вышли принимать работу по благоустройству сквера на Успенском. Все не так замечательно, как нам тут обещали. То есть это ожидание и реальность вообще не совпали категорически. Претензии выдвигают не только к внешнему виду, но и к качеству. Тренажер ходит ходуном. Если сюда сядет взрослый или ребенок, он просто травмируется. Вот ступеньки. Значит, здесь нет пандуса для того, чтобы спуститься или подняться с коляской. И нет здесь поручни для того, чтобы пожилому человеку подержаться можно было бы рукой. За обновление сквера весной 2022 года проголосовали больше 10 тысяч верхнепышминцев. Довольными остались единицы. До подрядчика дозвониться не могут. Все номера, которые указаны в официальных источниках, нерабочие. Претензии к благоустройству жители высказали чиновникам. Ответы есть, а результатов-то нет. Здесь начали рубить сосны. При том, что глава города на своей странице ВКонтакте обещал всем, что никакой вырубки деревьев здесь производиться не будет и все сохранят. В местной мэрии сообщили, что деревья вырубили вынужденно. Слушайте, все, там пусто. Березы и сосны специалисты признали аварийными. Пообещали в администрации заменить и топиари. Сквер еще не успел открыться, но некоторые фигуры уже испортили. В министерстве ЖКХ заверили, готовы обсудить с горожанами претензии. Но по завершению благоустройства. Оно запланировано на 15 октября. Пока делать выводы рано. Сейчас достаточно рано еще говорить о том, что будет в таком виде. Я могу с уверенностью сказать, что жители, когда объект будет сдан, они будут в восторге от того объекта, потому что я видел проект, который сделан. Это действительно будет украшением города. Реконструкция проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Работы ведутся за счет федерального, областного и муниципального бюджета. В министерстве финансов уже начали проверку использования средств регионального бюджета, которые были выделены на реконструкцию. На самом деле.